Открытый разговор с Романом Старовойтом. Уникальный проект, где жители могут задать волнующие их вопросы напрямую губернатору. Ежегодно разные площадки. На этот раз в историческом центре на территории Детинса, который открыли год назад. Пять камер и современная техника для качественного, бесперебойного эфира. Команда Сейма на протяжении недели ежедневно работала на площадке. Каждый должен, наверное, предвидеть на несколько шагов вперед, что сейчас может что-то пойти не так. Это же все-таки прямой эфир. И какая-то внештатная ситуация, и еще что-то. Поэтому каждый должен быть готов к тому, что сейчас может что-то пойти не так. И, соответственно, быстренько это все привести в нужное русло. Прямая линия в этом году еще масштабнее. Больше вопросов из районов. В этот раз к диалогу присоединились специалисты Центра управления регионом. Ведь именно к ним стекаются обращения жителей. Основной акцент по-прежнему на звонках. Но много вопросов поступило в соцсетях еще до эфира. Их начали принимать заранее. Самые острые и актуальные были озвучены в прямом эфире. Наша задача, чтобы эфир был динамичный, чтобы он был не скучный. Отобрать наиболее острые вопросы. Тем более, что мы сами, ведущие, вот мы с Женей, мы живем в Курске. У нас те же самые вопросы. У нас тоже нет воды. Около наших домов тоже плохие дороги. Мы тоже стоим в очередях в поликлиниках. И нас это все волнует. Нам очень важно услышать это из первых уст, потому что мы не куда-то там приехали и взяли этот эфир. Мы здесь живем, и это в наших интересах. И для нас это очень важно, чтобы регион менялся, менялся к лучшему. И мы, как журналисты, должны знать ответы на эти вопросы, чтобы их уже транслировать нашей аудитории. Звонки на горячую линию принимали сотрудники пресс-службы администрации. В прошлом году поступило почти 19 тысяч звонков. Готовились, тестировали линию на протяжении нескольких дней. В четвертый раз уже принимаем участие сотрудники пресс-службы. Шесть человек у нас задействованы. Девушки записывают звонки, узнают всю информацию, которая им нужна для того, чтобы потом граждане могли получить полный ответ на свой вопрос, в том числе и в письменном виде. В разговоре приняли участие и заместители губернатора. Отвечали на профильные вопросы. Есть ЖКХ, социальные вопросы, какие-то дороги. В общем-то, такие топ-5, наверное, вопросов, которые интересуют жители. Но есть, конечно же, частные вопросы. Обращения от жителей, на которые не успели ответить во время прямой линии, будут обязательно отработаны. Виктория Шуваева, Семен Ковтанюк, События дня.